По всей России прошли выпускные балы. Всего в этом году аттестаты о среднем образовании получат почти 650 тысяч человек. Бал выпускников прошел в Государственном Кремлевском дворце. В Москве приехали медалисты и победители Олимпиад из самых разных городов. Всю ночь гуляния были на Красной площади и в парке Горького. Прощались со школой в Санкт-Петербурге. При поддержке Банка России прошел праздник выпускников Алой Паруса. Шоу фейерверков, концерт, гуляние на Невском. Но главным символом надежды стал корабль под алыми парусами в акватории Невы. Посмотреть на него приехали 80 тысяч человек, в том числе из-за рубежа. О празднике без границ. Денис Алексеев. Праздник, который уже стал общенациональным. День, который бывает раз в жизни. Впереди взрослая жизнь, впереди выбор пути и дороги, по которой вы пойдете к своей цели. Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса секрета и встретила капитана Грея, так же и вы пронесете в своем сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведет. Дерзайте, идите вперед. У вас все получится. Я вас верю. С праздником! По всей России сотни тысяч выпускников. Уже на утро у них начнется новая взрослая жизнь, но пока... На один вечер в году Дворцовая площадь превращается не просто в выпускной бал, а в настоящую дискотеку выпускников. Петербург традиционно уже 50 лет становится местом, куда слетаются. Съезжаются десятки тысяч вчерашних школьников. Алые паруса. Праздник без границ. Там Петербург! Ульяновск. Екатеринбург! Орел! Под песни своих кумиров они танцуют весь вечер, кажется, забывая обо всем. Но это только на первый взгляд. В голове уже мысли о будущем, своем и России. Хочу поступить в ИСМО. Я программист. Ходил в горный университет, надеюсь туда поступить. И все будет замечательно. Архитектор. Диспетчер. Летчик. Иду служить России в военный институт. Служить. Военный. Алина? Тоже институт. Врач. Со стороны не без волнения наблюдают родители. Волнуемся, конечно. Такой день мы так долго ждали, такого дня. Но очень рады, очень счастливы. Мы не просто родители, мы родители золотых медалистов. Поэтому мы очень счастливы, что наши дети с таким успехом закончили школу. Надеемся, что все мечты исполнятся, и они поступят туда, куда они хотели. Алые паруса. Это и их праздник. Праздник и для преподавателей, и даже воспитателей. Они тоже провожают своих подопечных во взрослую жизнь. Те, кто пришел на эту площадь, будем так говорить, выпускаем второй раз. Сначала из детского сада, теперь из школы. Мы отслеживаем их жизнь в дальнейшем. Гордимся ими. Пока выпускники веселятся, они заслужили, на набережной собираются зрители. О самом красивом выпускном в стране, что там в стране, в мире, слышали и на Западе. Мы приехали на футбол. Вчера наша сборная выиграла. А сегодня, говорят, в Петербурге праздник выпускников. Мы специально задержались. Поговаривают такой же традиционный, как у нас в Бразилии, карнавал. Об алых парусах слышал неоднократно. И вот, наконец, приехал аккурат в день праздника. Заранее места надо занять, чтобы парусник рассмотреть. Всего каких-то пару часов и яблоку негде упасть. Кажется, даже сама Нева замерла в ожидании главного символа. Брик-три короны. Под алыми парусами в акваторию заходит под залпы фейерверка. Традиционный фестиваль выпускников в этот раз прошел при поддержке Банка России, который сам верен традициям, даже в условиях вводимых западных санкций. Продолжает соблюдать все обязательства, в том числе и перед российскими выпускниками, для которых алые паруса, символ надежды и веры в светлое будущее, появятся на горизонте уже ровно через один год. Денис Алексеев, Сергей Фадеев, Шамиль Мяжетов, Виталий Рупасов и Александр Тиханов. Вести. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург.